Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, сегодняшнее видео будет о моих шмотках-манатках, их огромное количество, потому что я давно не выкладывала такого рода видео, вещи копились-копились-копились, я их ношу-ношу-ношу, а видео снять не успеваю, потому что постоянно куда-нибудь летим, перелеты, влоги, какие-нибудь теги я снимаю, поэтому да, вот, будет много вещей, готовьтесь, ребят. Все, кто следит за мной в инстаграме, прекрасно знают, что я сейчас нахожусь в Японии, в гостях у своих родителей, я очень за ними скучала, мы не виделись с мамой два года, с папой год, папа прилетал, потому что год назад в Казахстан, вот, и я очень-очень рада, что мы наконец-то сюда приехали, мы никак не могли выбрать время, чтобы сюда приехать, все подготовить, потому что мы разъезжали очень много по разным странам, думаю, вы тоже об этом прекрасно знаете, и наконец-таки, наконец-таки мы решили все дела свои бросить, все там, завершили, все, что нас связывало с Казахстаном, и приехать сюда надолго, да, мы теперь будем долго в Японии, и подробно я хочу все рассказать в своем влоге, который я снимаю про Японию, скоро, кстати, он будет на моем канале, а именно о моих родителей, что мы здесь делаем, как они здесь оказались, вот. Ну, а давайте сейчас по теме, чтобы не занимать ваше время, я покажу вам вещи, которые я ношу сейчас очень часто, и, в общем, которые мне очень нравятся, и первое, то, что хочу вам показать, это такой летний комбинезон, который я заказала себе на осень и зиму, это как-то нелогично звучит, но дело в том, что Япония, она как бы не маленькая, и если поехать на юг в Японии, там, в Окинаву, то там будет жарко, что мы планируем и сделать, поехать туда в ноябре, в декабре, там будет тепло, и я буду ходить в этом костюмчике. Следующая моя мега крутая покупка, это часы от Майкл Корс, вы знаете все, что я люблю очень сильно Майкл Корс, потому что, в принципе, целы такие более-менее демократичные, и на этот раз я заказала себе кварцевые часы белого цвета, они очень красивые, кстати, водонепроницаемые, мне это очень-очень радует, и здесь, в общем, секундомер есть, и еще там что-то, и еще что-то, и дата здесь выставляется, и они такие, как бы, тяжеленькие. Пока мы не нашли место, где здесь можно снять звенья, но мама сказала, что это нужно куда-то ехать в какой-то магазин под названием ИОН, и там искать. Эти часы я покупала еще в Казахстане, мне их присылали на дом с сайта All Time, это российский интернет-магазин, у них есть очень много сертификатов, то, что часы являются оригиналом, не подделки, там у них разные бренды. Эти часики я заказывала там со скидкой, вот, и сейчас не знаю, есть ли на них скидка, вообще есть ли они в наличии, но там очень много разных скидок, акций, и много сертификатов, что часы все неподделочные, оригиналы и так далее, так что, ну, это проверенный действительно сайт. Конечно, проверила отзывы, там, на самом деле, где пишут, что все там 100% оригинал. Как всегда, все ссылочки на вещи будут под моим видео в описании. И следующее, что я хочу показать, это классная клетчатая рубашка, в принципе, вы можете заказать себе и на работу, и в школу, она, я люблю надевать какую-нибудь футболочку, сверху эту рубашечку, и так все стильненько смотрится, я заказала себе специально ее в L размере, чтобы она была, как бы, свободненькая на мне, но, в принципе, она в L пришла на меня как раз. Рукава, правда, кстати, заметьте, немножко коротковатый. Сейчас я таскаю эти бойфренды постоянно, я их просто не снимаю, они очень удобные, такие свободненькие, когда надеваешь бойфренд, ты сразу чувствуешь себя такой похудевший, потому что они так свободненько на тебе висят. В общем, я сейчас их постоянно таскаю, они с такими дырочками, потертостями. Следующая рубашечка очень такая милая, на груди вот такие вышитые две птички, очень красивая рубашка, джинса очень тоненькая, в принципе, я тоже ношу ее как и клетчатую рубашку, там, и просто наверх на какую-то футболку, и подвязываю ее. Ну, как бы очень модно и стильно. На мне вы сейчас видите вот такую классную шапочку с такими ушками, ссылочку на нее тоже оставлю под видео, она пришла ко мне ровненько, непомятая. Да, и хочу похвастаться вот такой сумкой. Это сейчас очень модная расцветка, это сейчас просто пик моды. Качество у нее примерно на тройку с плюсом, да, потому что все равно ткань какая-то странная, но, в принципе, плотная, и все время я переживаю за ручки свои, чтобы они не оторвать. Изначально я заказывала эту сумку для того, чтобы брать ее на пляж, потому что это сумка-пакет, реально, в принципе, она может и намочиться, как клеенка здесь сверху. Ради этой цели ее брала, плюс она ко всему модная расцветочка такая. Ну, когда она ко мне приехала, я на нее посмотрела и подумала, нет, я все-таки хочу ее таскать, потому что все-таки это мыдно. Футболочка у меня такая тоже очень классненькая, приятненькая, качество хорошее. Вот такой свитшот с панорамой города, сайта Romwe, L размер тоже беленький. Очень приятный, вязанный свитерок бежевого цвета сайта Romwe, L размер, но L какой-то не L, это, скорее всего, M, потому что рукава на меня тоже немножко коротковаты, и он как бы не такой свободный, как я ожидала. Я всегда пытаюсь свитшоты, свитерочки, рубашечки заказать именно L, чтобы все это свободно как-то так висело на мне, мне это нравится. Но это твердая M, вот такой купальничек, который очень классно сидит на маленькой груди, грудь у меня маленькая, да, и здесь тоже размер купальника регулируется вот такими завязочками, что очень удобно. Ну, и такой цвет, в принципе, желтенький, хороший купальник, качество хорошее, мне понравилось, все на завязках. Еще вы спрашивали про жилетку, жилетка тоже безумно мне нравится, спереди ткань плотная, как будто бы пиджак, сзади прозрачная шифоновая вставка, жилетка очень крутая, очень классненькая, она мне очень нравится, она дополняет просто любой образ. Вот такой маленький рюкзачок я тоже заказывала давно к себе, кстати, вам его просто ни разу не показывала, с ним я тоже люблю куда-нибудь ходить гулять, его я всегда беру с собой, там и на велике, если катаюсь, или в парке гуляю, как бы, люблю рюкзаки, я вам уже об этом говорила, потому что их руки сразу освобождаются и как-то удобно. Да, еще вот такая прикольная туничка черно-белая, она как бы удлиненная, ниже попки, как платье, вообще-то идет как платье, но на моем метр восемьдесят, это как туника все равно. Следующее платье туника тоже мне безумно нравится, я пару раз надевала эту туничку, она такая классическая, элегантная и беспроигрышный вообще вариант, я не знаю, и на работу можно, в принципе, и в ней ходить. Здесь рукава прозрачная, шифоновая вставка, зимой, конечно, будет в ней холодновато, но вот осень, в принципе, сейчас теплая, куда-нибудь на вечер в ней выйти под каблуки, под лосины, как бы она такая стильная, необычная на самом деле, вот сами видите, мне очень нравится. Зачем-то заказала себе вот такую маску, не знаю, зачем, но, наверное, на меня все-таки действует, что я в Японии, Хэллоуин скоро, и такой вариант очень... Тоже вам юбку, очень классную на завышенной талии, сейчас я в ней, она в черную-белую полоску, или белая в черную полоску, шифоновая, легкая, она мне очень-очень нравится, я ее тоже часто ношу на ниже колен. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если кто-то не подписался, комментируйте, и ждите, конечно, ждите мои влоги из Японии, я, в принципе, интересно снимаю, вам всем нравится, и мне нравится, что вам нравится, вы меня вдохновляете, я хочу еще больше, больше, больше и больше снимать. Думаю, что первый мой влог, это будет именно про Таяму, где живут мои родители, про этот город, эта префектура Таяма, здесь очень тоже прикольно, интересно, спокойненько, конечно, так, не так, как в разных больших городах, здесь как бы, спокойненько, в общем, здесь, поэтому первый влог ждите именно из Таямы. Всем спасибо, пока-пока!